Здравствуйте, это компания Дом в дорогу, меня зовут Константин. Я хочу себе автодом на 5 спальных мест и обязательно, чтобы был 4 на 4. Если нам нужно в автодом каким-то образом засунуть, кроме двух, еще 3-4 спальных места, то мы должны увеличивать длину его жилого модуля. А раз мы увеличиваем длину жилого модуля, мы увеличиваем свесы, и тем самым мы уменьшаем эту проходимость. И вот доказательством тому, вот видите, вот этот MLT 580 4 на 4, стоимостью 108 тысяч евро здесь, на 2 спальных места. Вот смотрите, какие уже у него свесы огромные. Вы представляете, если мы еще 2 кровати засунем, мы удлиним, и какой смысл будет вот этих 4 ведущих колес? Абсолютно никакого. Поэтому кьюмеры 4 на 4, это только 2 спальных места. Ну, максимум еще третье, маленькое, небольшое, там стол-трансформер, он опускается, и какой-нибудь ребенок может на нем спать. Но некоторым людям все-таки нужно 5 спальных мест в автодомах высокой проходимости. Они очень этого хотят, а если очень хочется, то можно. И сейчас мы с вами пойдем в тот павильон, где демонстрируются как раз вот эти вот автодома на 3, на 4, на 5, на 6 спальных мест с короткими свесами и очень высокой проходимостью. Автодома 4 на 4. Действительно, автодома с небольшими, с маленькими свесами, со всеми ведущими колесами и количеством спальных мест от 2 до 6. И сейчас мы пойдем в павильон и их посмотрим. Пошли! Би-мобиль Это профессиональные, высокопроходимые, внедорожные автодома. Вот, пожалуйста, вот этот автомобиль рассчитан на 6 спальных мест. Вот этот на 4. Но сейчас мы будем проводить видеообзор практически каждого автодома. Вот, но сразу говорю, что технология производства этих автодомов очень сложная. Они очень, ну, достаточно дорогие. Вот, ну, давайте проведем видеообзор каждого из этих автодомов. Посмотрим, что они себе представляют внутри. Би-мобиль, райзомобиль, бэджи 383. Это профессиональный, профессиональный, высокопроходимый, если можно, конечно, так назвать, со значком ПРО. Дом на колесах 4х4 на 6 спальных мест. То есть это, пожалуй, фирма Би-мобиль, это самая лучшая в мире компания по производству автодомов с высокой проходимостью. Но, во всяком случае, лучше нее я не встречал. Тут действительно очень серьезные инженерные решения. Вот видите, это единственный в мире автомобиль 4х4 с маленькими свесами. Это действительно высокопроходимый автомобиль. Но то, что этот автомобиль непростой, еще подчеркивает то, что он сделан весь из натурального дерева. Видите? То есть автомобиль, единственный, кстати, в Европе. Натуральное дерево в основном применяется в американских автодомах. Это единственный автомобиль, единственный автодом в Европе из натурального дерева. Итак, значит, вот это вот считается основной кроватью, альков. Еще раз повторяю, альков это не потому, что дешево. Альков это потому, что необходимость. Необходимость, то есть нельзя размещать, нельзя удлинять жилой модуль, потому что увеличиваются свесы. И тем самым мы лишаемся высокопроходимых качеств. А так как мы лишаемся высокопроходимых качеств, 4х4 становится бесполезным и бессмысленным. Поэтому нам нельзя увеличивать жилой модуль, и мы размещаем спальное место над крышей носителя, над крышей автомобиля. Вот это вот, вот это и есть альков, да. Значит, дальше, вот здесь вход в, такой-то по самолетному сделан, это вход в кабину автомобиля. Автомобиль на базе Mercedes, естественно, коробка автомат. Значит, холодильник Dometic, он, кстати, небольшого размера, почему-то могли бы сделать больше, все-таки 6 человек путешествуют. Да, и нужно большое количество продуктов, поэтому все-таки, если, допустим, хозяевам этого автодома нужно, мне кажется, докупить еще один холодильник, поставить или заказать холодильник на всю высоту, на всю высоту этого автодома. Холодильник маленький, вот кухонька, кухонька, ну кухонька нормальная для автодома, шкафчики, ну приятно, когда, конечно, натуральное дерево, приятно, когда натуральное дерево, прям приятно на ощупь, все здорово. Значит, вот смотрите, большое панорамное окно, огромное. Ну, если вы, наверное, приехали в какой-нибудь там заповедник на сафари в Африку, вокруг вас ходят тигры, там жирафы, все остальные животные, то можно, конечно, открыть и наслаждаться этой природой. Это, конечно, здорово. И вот этот вот столик, трансформер, он, конечно, делает еще два спальных места и спальные места для деток. Но, правда, тут может запросто разместиться и взрослый человек. Значит, и так, раз, два, три, четыре, пять, шесть. То есть, высокопроходимый автодом на шесть спальных мест, бимобиль. Это шкаф для верхней одежды, для верхней одежды. Это, вот, отдельный душ, отдельный душ. Вот, туалет, умывальник, шкафчик для туалетных принадлежностей. Ну, в общем, с этим автодомом можно заехать очень-очень-очень и очень далеко. Вот, да, вот эти вот ниши, ниши. Ну, вот такой автодом на шесть спальных мест, высокопроходимый. А, нет, открыто. Вот, пожалуйста. О, как нам повезло. Значит, вот кабина. Значит, кабина на четверых. Нет, на пятерых. То есть, пять спальных мест, видите. И, соответственно, естественно, она вся кожаная. Это не велюр, это кожа вот на ощупь. Видите, это кожа. Пять спальных мест и пять сидячих мест. Пять сидячих мест. Конечно, классное такое решение. Самолетная вот такая вот дверь, да, вот в кабину вход. Значит, естественно, коробка автомат. Скорее всего, 170 лошадиных сил у этого автодома. Ну, и все остальные преимущества автомобиля «Мерседес». Вот такой вот автодом. С вами была компания «Дом в дорогу». Заходите на наш сайт. домвдорогу.ру С нами очень интересно. «Дом в дорогу» – первая российская компания, которая не только продает дома на колесах, но и организовывает для своих клиентов коллективные путешествия с прицепами и автодомами в Европу, Азию, в Крым, Грузию, на Байкал. Прямо на пляже летом, зимой за полярный круг, осенью в сказочный лес, весной на рыбалку. И все это со своим собственным домом на колесах, на котором где встал, там и Хилтон. Подробности на сайте домвдорогу.ру Субтитры создавал DimaTorzok